Здравствуйте дорогие слушатели, мы продолжаем изучение курса программирования на платформе UAP. Меня зовут Вадим Рыбалко, я рад вас приветствовать на информационном ресурсе для разработчиков ITVDN. Тема данного урока – навигация в приложениях Universal Windows Platform. Первым пунктом нашего плана – это будет ответ на вопрос, что же такое навигация и для чего она нужна. Далее рассмотрим, какие существуют структуры навигации, узнаем, что такое журнал навигации, ну и создадим одноранговую навигацию между страницами приложения. Давайте же приступим. Навигация в приложениях универсальной платформы Windows основана на гибкой модели структур навигации, элементов навигации и функций системного уровня. Вместе они позволяют реализовать интуитивно понятное взаимодействие с пользователем для перемещения между приложениями и страницами и их содержимым. В некоторых случаях все содержимое и функции приложения можно разместить на одной странице, в результате чего пользователю не придется делать ничего, кроме как задвигать содержимое для его просмотра, то есть скроллить. Однако в большинстве приложений обычно есть несколько страниц с содержимым и функциями, которые пользователю необходимо изучить и взаимодействовать. Если в приложении более одной страницы, вам необходимо обеспечить правильные средства навигации. Чтобы сделать приложение удобным и привлекательным для пользователей, в приложениях UVP реализованы различные элементы навигации между страницами. Давайте рассмотрим, какие для этого есть структуры. Всего их, как вы можете убедиться, три вида. Это подходящая структура навигации, совместные элементы навигации и соответствующая реакция на функции навигации системного уровня. Давайте подробно рассмотрим каждую из них. Что же по поводу первой подходящей структуры навигации, так небольшое краткое описание про нее. Это создание понятной пользователю структуры, критически важной для создания интуитивной навигации. Второй вид это совместные элементы навигации. Они поддерживают выбранную структуру и эти элементы навигации позволяют пользователю перейти к нужному содержимому и позволяют ему узнать в какой части приложения он находится. Однако, они занимают пространство, которое могло бы использоваться для содержимого или командных элементов. Поэтому важно использовать именно те элементы навигации, которые лучше всего подходят для структуры вашего приложения. Ну и последний вид это соответствующая реакция на функции навигации системного уровня. Чтобы обеспечить единообразие и простоту взаимодействия, используйте функции навигации системного уровня предсказуемым образом. Существует также два вида организации навигации в приложениях UVP. Это одноранговая модель организации и иерархическая модель. Согласно одноранговой модели, страницы располагаются рядом друг с другом. Вы можете переходить с одной страницы к другой в любом порядке. А вот иерархическая модель, подобно дереву, у каждой дочерней страницы имеется только однородительская. Но однородительская страница может иметь одну или несколько дочерних. Чтобы попасть на дочернюю страницу, сначала необходимо обратиться к родительской. Визуализацию обеих моделей можно видеть на слайде. Но обычно в приложениях используются обе модели организации, при этом некоторые группы страниц имеют одноранговую структуру, а другие иерархическую. Итак, когда же следует использовать иерархическую модель организации страниц, а когда одноранговую? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны определить число страниц в группе, отношения между ними и то, должны ли они просматриваться в определенном порядке. Обычно структуры с меньшим количеством уровней более понятны и удобны для навигации, но иногда уместно использовать и многоуровневую иерархическую модель. Сама компания Microsoft советует использовать одноранговую модель в таких случаях, если страницы могут просматриваться в любом порядке, также страницы явно отличаются друг от друга и не имеют очевидных отношений типа предок-потомок, ну и если в группе менее 8 страниц. И использовать иерархическую модель, если предполагается, что пользователь будет просматривать страницы в определенном порядке, используйте тогда иерархическую модель организации, чтобы обеспечить этот порядок. Имеется четкие иерархические отношения между одной страницей в группе и остальными, ну и также группа содержит уже более 7 страниц. Если в группе более 7 страниц, пользователю может быть трудно понять, чем отличаются они друг от друга, или определить свое текущее местоположение в группе. Если вам кажется, что затруднений не возникнет, используйте одноранговую модель организации страниц. В противном же случае используйте иерархическую структуру, чтобы разбить страницы на две или несколько более мелких групп. В интернете отдельные веб-сайты предоставляют собственные системы навигации, такие как содержание, кнопки, меню, простые списки ссылок и так далее. Использование возможностей навигации разными сайтами может существенно различаться. Тем не менее, один элемент навигации имеется везде, это кнопка назад. Большинство веб-браузеров имеет эту кнопку, которая работает одинаково, независимо от веб-сайта. По этим же причинам, из соображений единообразия навигации, универсальная платформа Windows представляет систему возврата на предведущий уровень, позволяя пользователю перемещаться по журналу навигации в приложениях и в зависимости от устройства из приложения в приложение. Пользовательский интерфейс для системной кнопки возврата оптимизирован для каждого форм-фактора и типа устройства ввода, а функция навигации является глобальной и одинаковой для различных устройств и приложений UVP. На телефоне кнопка назад должна всегда присутствовать, программно или в нижней части экрана. Также в приложениях популярно переопределять глобальную кнопку назад. При одном клике мы поднимаемся вверх по навигации. Если же мы пришли к родительской странице, выход с приложения или же двойной клик по кнопке назад выходит с нашего приложения. На планшетах кнопка назад должна всегда присутствовать в режиме планшета, но быть недоступной в режиме настольного компьютера. Вместо этого можно включить кнопку возврата в заголовке окна. Ну и как на телефоне, программная кнопка на панели навигации должна находиться в нижней части устройства. Глобальная обратная навигация в приложениях и между приложениями. На ПК, ноутбуках и планшетах дополнительная функция в режиме настольного компьютера. Ну и она должна отсутствовать в режиме планшета. Также программная кнопка в заголовке окна приложения и обратная навигация только внутри приложения. Навигация между приложениями не поддерживается. Но если вы будете разрабатывать программные продукты для Surface Hub, то для них есть тоже пару советов. Как вариант, кнопка назад может быть отключена по умолчанию. Для включения необходимо предоставить согласие. Также программная кнопка может быть в заголовке окна приложений. И обратная навигация только внутри приложения. Ну и навигация между приложениями не поддерживается. Для создания одноранговой навигации нужно совсем немного. Первое, что нужно, это добавить страницы, на которые мы будем переходить, ну и минимально наполнить им чем-то, чтобы различать от остальных. Как правило, для установки содержимого в окне приложения используются не отдельные элементы управления типа кнопок или текстового поля, а фреймы. Это объекты типа Frame. Фреймы упрощают организацию содержимого в приложении, например, в виде отдельных страниц, элементов Page, и передачу их в объект Window. Для перехода к отдельной странице, в фрейме используют метод Navigate, в который передается тип страницы. Так у нас по умолчанию в проекте есть одна страница MainPage, мы добавим еще одну с именем SecondPage и разместим на ней надпись WelcomeToITVDN. Ну и воспользуемся объектом типа Frame для навигации между страницами. Как видите, переход на другую страницу занял у нас ровно одну строку кода. Разве же это неудобно? Чтобы передать параметр в метод Navigate, вторым параметром указываем тот параметр, что хотим передать. Извините за такую тавтологию. Ну а в классе, которому передаем, мы просто переопределим метод onNavigateTo, в котором укажем необходимую логику с данными, что передали. Это вы можете увидеть на слайде. Мы передали название нашего текста и переопределили уже в другом окне метод onNavigate. Вытащили его из параметра, преобразовали в строку и вывели в заголовки, с какой страницы мы пришли. Давайте же приступим к практической части нашего урока и посмотрим, какие методы есть для реализации навигации в нашем приложении. Давайте же перейдем в студию и создадим соответствующий проект. Давайте создадим проект и давайте назовем его NavigateUp. NavigateUp. Нажмем ОК и еще раз ОК. Давайте закомментируем лишние строки, а именно наши счетчики и перейдем в нашу главную страницу. Установим Desktop, FormFactor. Ну а полный видеокурс вы можете посмотреть на канале ITVDN. Для этого вам просто нужно перейти по этой ссылке. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за последними новостями. Субтитры сделал DimaTorzok